Добрый день, ребята! Начинаем урок литературы, очередной урок литературы. Сегодня мы будем рассматривать такую тему, очень хорошую тему, интересную тему, роман великого писателя Ивана Николаевича Толстого, роман «Война и мир». Обратите внимание, какие вопросы мы будем рассматривать очень давно. История создания романа «Война и мир». Жанр и композиции романа, главные и любимые герои романа «Война и мир», духовное искание главных героев. В прошлом уроке я еще говорила, роман «Война и мир» автор писала 9 лет, начиная с 1863 года по 1861 годы. Я никогда не чувствовала свои умственные и даже все нравственные силы столь свободными, сколько способными к работе. И работа эта есть у меня. Это работа, роман во времени, из времени 1810-20-х годов, который занимает меня вполне с осени. Я теперь писатель всеми силами своей души и пишу, и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумываю, о том, как создавал одно из крупнейших мировых творений, следствия рукописи, войны и мир. В архиве писатель сохранил свыше 5000 мелких и списанных листов. По ним можно проследить всю историю создания романа. Мы с вами познакомились с историей создания романа. Теперь постараемся определить жанровое своеобразие произведения. Литература Веды определяет этот роман как роман эпопеи. Однако в процессе работы над произведением писатель сузил рамки своего первоначального замысла и сосредоточил внимание на первой поре, коснувшись лишь эпилоги романа начала второй поры. И в таком виде замысел произведения оставался глобальным по своему размаху и потребовал от писателя напряжения всех сил. В начале работы Толстой понял, что привычные рамки романа, исторические повести не смогут вместить все богатство, задуманного им содержания, и начал настойчиво искать новую художественную форму. Он хотел создать литературное произведение совершенно необычного типа. Ему это удалось. «Война и мир» подтвержден у Льва Николаевича Толстого. Не роман, не поэма, не историческая хроника. Это роман эпопеи, новый жанр прозы, получивший после Толстого широкого распространения в русской и мировой литературе. Итак, роман эпопеи. В словаре какое определение дается? Крупные монументальные произведения, воплощающие в себе судьбы народов и сам исторический процесс. На протяжении первого года работы Толстой напряженно трудился над началом романа. По признанию самого автора, множество раз он начинал и бросал писать свои книгу, теряя, обретая надежду высказать в ней все, что ему хотелось высказать. В архиве писателей сохранилось 15 вариантов начала романа. В основе замысла произведения лежит глубокий интерес Толстого к истории, к философским и общественно-политическим вопросам. Произведение создавалось в атмосфере кипения страсти вокруг главного вопроса эпохи, о роли народа к истории страны, о его судьбах. Работа над романом Толстой стремился найти ответ на эти вопросы. Для того, чтобы правдиво описать события Отечественной войны 1812 года, писатель изучил огромное количество материалов, книг, исторических документов, вспоминаний, писем. Когда я пишу историческое, указывает Толстой в статье несколько слов по поводу книги «Война и мир», я люблю до малейших подробностей быть верным в действительность. Работа над произведением, он собрал целую библиотеку книг о событиях 1812 года. В книгах русских и иностранных историков он не нашел ни правдивого описания событий, ни справедливой оценки исторических деятелей. Одни из них безудержно восхвояли Александра I, считая его победителем Наполеона. Другие возвеличивали Наполеона, считая его непобедимым. Отвергив все труды историков, изображавших войну 1812 года как войну двух императоров, Толстой поставил себе цель правдиво осветить события Великой Эпохи и показать освободительную войну, которую вел русский народ против иноземных захватчиков. Из книг русских и иностранных историков Толстой заимствовал лишь подлинные исторические документы, приказы, распоряжения, диспозиции, планы сражений, письма и другое. И внес в тех с романом письма Александра I и Наполеона, которыми русские и французские императоры обменялись перед началом войны 1812 года. Диспозицию австралийского сражения, разработанную генералом Вейритером, Вейротером, а также диспозицию Бородинского сражения, составленную Наполеоном. В главу произведения включены также письма Кутозова, которые служат в подтверждение характеристикой данной фельдмаршалу автору. Лев Николаевич Толстой создавал роман «Война и мир» в бурную эпоху русской жизни после падения крепостного права. В России шла напряженная общественно-политическая борьба, вызванная ломкой старого строя. Одним из ведущих философских и политических вопросов стал вопрос о роли народа и личности в истории. Волновал он и писателя, в центре его внимания он как весь русский народ, так и сложная судьба отдельных людей, пути формирования их личности. В мире напряженных исканий смысла жизни живут главные герои романа Андрей Бакманский и Пьер Безухов. Постепенно меняется образ их жизни и внутренний мир. Салона Анны Павловны Шири начинается великое произведение. Шенграбинское сражение, историческая справка. Ребята, обязательно внимательно посмотрите, пожалуйста, все презентации и прочитайте. Здесь все есть, что для вас нужно. Шенграбинское сражение, историческая справка. Все здесь написано. Герои войны. Батареи Тушина пришли. Аустралийское сражение. Главные герои. Князь Андрей Балконский резко выделяется из великосветской среды своей образованностью, широтой, интересов. Один из главных любимых героев романа «Война и мир». Про образ может сказать Льва Николаевича Толстого. Так считает литература веда. Он чувствует пошлость, призрачность жизни людей своего круга. Это порождает в нем жажду настоящей жизни и больших свершений. Возможность их осуществления он видит в военной службе. Князь Андрей мечтает совершить подвиг, желать большой личной славы. Его кумир Наполеон, чтобы добиться своего Балконски, появляется в самых опасных местах сражения. Невиданного подвига совершить не удалось. Суровые военные события способствовали тому, что князь разочаровывается в своих мечтаниях. На поле боя он видел ожесточенные схватки озлобленных, исполненных людей, стремящихся уничтожить друг друга. Почувствовал ложный патриотизм штабных офицеров. Тяжело раненый, оставаясь на поле сражения. Балконский переживает душевный перелом. Лежа на спине, а князь Андрей видит небо. В эти минуты перед ним открывается новый мир, где нет эгоистических мыслей, лжи, а есть только самое чистое, высокое, справедливое небо. Князь понял, что есть в жизни нечто большее значительное, чем война и слава. Теперь уже бывший кумир ему кажется мелким и ничтожным. Вот небо австралица. Вот он ничтожно дублёт. Пережив дальнейшее событие, появление ребёнка и смерть жены, Балконский приходит к выводу, что ему остаётся жить для себя и для своих близких в тихом, замкнутом мире семьи и не интересоваться общественными проблемами. Но натура князя Андрея деятельная, кипучая. Он не может ужиться в таком узком мирке. Начинается возрождение Балконского к жизни, к поискам нового дела, полезного для других. Слова Пьера «Надо жить, надо любить, надо верить», глубоко запалив душу Андрея. Он понял, что жизнь ещё далеко не кончена для него. Он видит смысл, возможность приносить пользу, на этот раз в государственном управлении. Быть счастливым, любить. Надо жить так, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь. Чтобы на всех она отражалась, и чтобы они жили со мной вместе. Так же, как и Андрей Балконский, Пьер Безухов ищет ответы на вопрос, что делать и к какому большому нужному практическому делу приложить свои силы, чему посвятить свою жизнь. От людей аристократического круга Пьера отличается независимостью своих взглядов. В салоне Анны Павловны Шерри, он чувствует себя совершенно посторонним человеком. А Андрей Балконский, наоборот, читать его самым дорогим для себя человеком. «Ты мне дорог, особенно потому, что ты один живой человек среди всего нашего света. Не ведя своего места в жизни, не зная, куда деть огромные силы, Пьер ведёт разгульный образ жизни в обществе Долхова и Курагина. Он понимает, что такая жизнь не для него, он должен вырваться из этого привычного жизненного круга ворота, и у него не хватит на это сил. Но он не может сразу правильно оценить людей, и поэтому часто ошибается в них. Он искренне доверчив, свободоволен. Эти черты, характер ярко проявляются во взаимоотношениях с извращённой Эленой Курагиной. Вскоре после брака Пьер понял свою ошибку, понял, что был обманут и перерабатывал один в себе своё горе. После разрыва с женой, находясь в состоянии глубокого кризиса, наступая в масонскую лужу, Пьер видит, что именно здесь он найдёт возрождение к новой жизни. Под влиянием масонских идей Безухов решает освободить принадлежавших ему припасных крестер. Это не удаётся сделать, но всё же он как-то пытается облегчить жизнь своих рабов. Делая добро людям, Пьер уверен, что в этом состоит смысл его жизни. Однако через некоторое время разочаровывается и в братстве вольных каменщиков, так называется это масонское общество, где тоже сорят корысть и нечестность. Гроза 1812 года совершила круговорот, крутой переворот в мировоззрение Пьера. Война выводит его из ничтожной среды, устоявшихся привычек, которые связывали и подавляли его. Поле Бородинского сражения открывает Пьеру новый, ранее незнакомый ему мир простых людей. В окружении солдат он освобождается от страха смерти. Ему хочется стать одним таким же, как они, солдатом быть, просто солдатом. Вот они, два друга. Пьер Безухов, Андрей Болковский, Наташа Ростова. Пьер Безухов. Оставшись в Москве, Пьер попадает в плен, так ему пришлось пережить все ужасы военного суда, казни русских солдат. Знакомство в плену с Платоном Кратаевым способствует формированию нового взгляда на жизнь. Платон Кратаев остался навсегда в душе Пьеры с самым сильным, дорогим вспоминанием и отстворением всего русского, доброго и круглого. Стоит сказать, что Платон Кратаев любимый образ самого Льва Николаевича Толстого. После возвращения из плена Безухов сильно внутренне изменился. Женившись на Наташе, Пьер чувствует себя счастливым, но его волнуют общественные проблемы. Он считает, что политический гнет, тяжелые положения общества могут быть преодолены усилиями честных людей, которые должны быть связаны между собой и принимают участие в заговоре против царя, в котором Толстой говорит лишь намеком. По иному сложилась судьба князя Андрея, разочаровавшись в государственной деятельности, испытав кризис в любви к Наташу, он также возрождается душой вне народного бедствия, но смерть оборвала его нравственные поиски. Во многом различны и во многом похожи два главных героя романа. По-разному идут они к поиску своего смысла жизни, но оба приходят к выводу, что смысл жизни это вслужение отчизни и людям. Князь Андрей безупречен и моден, безупречен его французский язык. Даже имя Кутузба он произносит с ударением на последнем слуге, как француз. Безупречные сухие черты его лица, мундир, адъюдант и тихий медленный стариковский шаг. Завершает картину вселенской скупы в глазах. Князь Андрей светский человек. В этом смысле он подвержен всем движениям и переменам моды не только в одежде, но прежде всего в поведении, в стиле жизни. И тихая походка, и скуковое взгляде, и манера держать себя с окружающим все выдает в нем приверженца начинающего входить в светский, европейский и российский обиход дендизма. И действительно князь Андрей чрезвычайно дистанционирован от посетителей салона. Его лицо портит гриммасса, замечает толстой. Все и вся надоело и наскучило. Все окружащие ниже и уже поэтому хуже него. князь Андрей В какой же момент мы видим всю семью Болконской и встречаем старого князя? Отъезд князя Андрея на войну. Что же мы узнаем о старом князе Николая Андреевича? Князь Николай Андреевич это отец Андрея Андрея человек незурядный один из тех кто в 18 веке строил мощное российское государство с приближенной Екатерине Второй генерал Аншев занимавший витные положения именно благодаря талантам а не стремлению сделать карьеру. Он один из тех кто служил Отечеству и никогда не прислуживался о чем говорит его отставка и даже ссылка при Павлова. Сейчас мы вернемся и покажем старого князя Вот он старый князь Князь Николай Андреевич Балконский старый князь посижит и видный дитя Екатеринской эпохи В его облике отразились черты знатого и богатого деда Толстого по матери генерала Николая Сергеевича Балконского гордеца атеэста о котором существует легенда что он попал в нем милость отказавшись жениться на любовнице Павла и за что и был сослан сначале далекий северный громад а затем свое имя Непотулы Балконский старинный княжский род Рюриковичи аристократы которым писарской фамилии не указ они по праву гордятся своим более древним родом и заслугами перед Отечеством князь Андрей Николаевич Балконский сын старого князя не имеет явно не имеет явно угадываем противопрототипа но еще раз вам повторяю литературу геды в нем видят прототипа Льва Николаевича Толстого автор настаивал на вымышленности героя среди возможно противопротипов еще называют Николая Тучкова высокое понятие чести гордости независимость благородства и остроту ума старый князь передал по наследству и своему сыну оба презирают выскочек карьеристов типа Курагина хоть единственное исключение Балконска видимо для графа старого графа Безухова принадлежавшего по своей видимости к новой знати к фаворитам просветительства гуманно относятся они и к своим крепостным несмотря на внешнюю строгость и требовательность к себе и к окружающим княжна Мария знала что крестьяне ее отца были зажиточными что нужды мужику в первую очередь учитывались отцом что побуждает ее в первую очередь заботиться о крестьянах при отъезде из имени в виду нашествии неприятных вот конечно Мария что характерно ребята для общения детей балконских между собой обратите на это внимание взаимоотношения образок подаренной Марии разговор об отце и полное понимание его позиции в дети балконских высокая честность и чувство собственного достоинства отказ княжной Марии от брака с санаторием религиозность доброта княжной Марии отношения с Божьей ими людьми с Лизой по какому же порядку жила семья балконских том 1 часть 1 глава 2 2 четко сформулированы правила семья потомственных военных свои представления о чести и достоинстве и порядочности старый князь обучает Марию Марию Геомедрии в домашнем быту степенность и порядок Толстой считает Наташу князя Андрея и Пьера не только главными но и любимыми своими героями именно в них он вкладывает свои мысли рассуждения именно в них он проводит через панораму быта и войны вы заметили что в доме Ростов преобладает женское начало воплощенное в Наташ а у балконских мужское с этим противоположным началом суждено воссоединиться возможно Наташа и князь Андрей смогли бы еще воссоединиться но война 1812 года распорядилась по-иному гроза 1812 года настала кто тут нам помог остервенение народа Барклай зима или русский бог писал Александр Пушкин через какие испытания проходят герои Толстого война патриотизм отношения любовь испытания любовью Андрей князь Андрей Болконский сражается во время войны 1805-17 уходит в отряд богатыриона в 1812 году уходит из штаб команды полком солдаты называют его наш князь князь Андрей получает ранение ставшее для него смертельным Бородину пол Болконского резервы и уже в резерве выбито половина солдат чтобы сократить потери солдатам приказано сесть но офицеры ходят под выстрелами дворянину не положено клониться полем рядом падает бумба глядя на ее горящий фитил князь ощущает нечто это нечто есть жизненный порыв биологическое начало желание жить ему кричат ложитесь поклониться смерти противоречит внутреннюю кодексу чести дворянина путь любимых героев Толстого и это путь к народу только будучи на Бородинском поле они понимают суть жизни быть рядом с народом потому что нет величия там где нет простоты добра и правды только в конце книги в середине четвертого тома Толстой приоткрывает тайну души князя Андрея а возможно тайну смысл всей книги это касается тех полутора страниц книги где князь Андрей умер но в то же мгновение когда умер князь Андрей вспомнил что он спит и в то же мгновение как он умер он сделал над собой усилие проснулся несомнение главное несомненно главное место ибо с этого дня начинается пробуждение Балконского от жизни по чувствованию разве что вопрос где он теперь смерть например князя Андрея Балконского принадлежит к самым потрясающим страницам всемирной литературы но в ней нет ничего разочаровывающегося и принижающего почему же Толстой не дал своему герою продолжение моменты связанные с жизнью князя Андрея детали в портрете князя Андрея гримасы которые портят его лицо прием противопоставления с посетителями салона Анна Павловна и Шерри внутренний монолог Николая нет жизни 31 год жизнь не кончена пейзаж своеобразия показа природы в романе реалистичность точность выразительность поэтичность связь природы с героями их переживания например князь Андрея на поле Австралица раненый отрывай безвя высокое небо том 1 часть 3 глава главы 16 и 19 лунная ночь в отрадном чувствует желание жить том 2 часть 3 глава 2 две встречи с дубом на пути в отрадном помогают понять изменения в будущем том 2 часть 3 главы 1 и 3 природа и война во время австралица мешает войска не могут ориентироваться что вызывает страшную неразберегу сцена сцена дается восприятие князя Андрея том 1 часть 3 главы 14 15 накануне Бородинской битвы было ясно светло расисто и весело после битвы стояла теперь могла сырости и дыма что подчеркивает драматизм ситуации том 3 часть 2 главы 30 35 у Толстого и военных сцен никогда не бывает радостной природы природа показана в движении связана с жизнью людей их деятельностью помогает понять психологию героев показана в развитии изображается реалистически мир где царит единство человека природы гармоничен война разрушение этого мира умирающие Андрей Балканский Пьер Безухов умирающий граф Безух Элен и Пьер Безухов дуэль с Долхом масонство Наташа Ростова Пьер Безухов война от 12-го года Пьер в горящей Москве Пьер в плену Наташа Ростова Пьер Безухов любимая героиня Особенности языка романа в Толстовском повествовании преобладают сложности токсической конструкции это отражение сложной мыслительной деятельности сложной внутренней жизни для стилей писателей характерность, сила и выразительность богатство и разнообразие лексики средства художественной изобразительности эпитеты, метафоры, створения индивидуальность языка каждого героя война и мир завершается темой отца и сына очень важно для русской литературы отцы и дети продолжать идею своего отца будет другой Николай Балконский Николенко в эпилоге ему 15 лет 6 лет он остается без отца да и до 6 лет мальчик немного провел времени с ним в первые 7 лет в эпиле жизни Николенко его отец участвовал в двух войнах надолго задержался за границей за болезни много сил отдал преобразователь деятельности в комиссии спиранского чем был горд старый князь наверняка огорчивший себя узнал он о разочаровании князя Андрея в государственной деятельности мальчику снится отец любовь к людям и Николенко дает клятву принести себя в жертву по появлению отца отец слова написанное разумеется не случайно с большой буквы тем самым Толстой отводит большую роль воспитательного мужского начала семья по мнению Толстого это нравственная основа всего что есть на земле 2008 год был объявлен президентом России годом семьи так что имейте ввиду семья это главное и так ребята сегодня мы с вами рассмотрели большое произведение большой вопрос вопрос о романе война и мир проанализировали роман война и мир убедительно вас прошу прочитать произведение обязательно вам это нужно потому что вы в конце этого года будете писать сочинение выполнить все тестовые задания завтра выполняйте итоговую контрольную работу в тестовом режиме сейчас мы с вами досмотрим презентацию и на этом закончен бродинское сражение пленные французы тихо черпаты отступление наполеона урок на этом закончен до свидания до следующих встреч ребята